Великолепно! Прекрасное поклонение, слава Богу за наше прекрасное тело, тело Иисуса Христа. Я ободрён быть среди вас, потому что такое великое преимущество быть среди таких драгоценных камней. Вчера мы собрались здесь на обучение, но до секунды поразило такое, что вроде должно быть, а на самом деле нет. И никто не хочет расходиться. И так ободрило, что у нас есть всегда хлеб, который мы можем вкусить через блок, через что угодно, через труп пастора. И необыкновенная проповедь пастора Шальтера – это просто жемчужина. Мне ободрили все эти мысли и хотел бы подчеркнуть верность Бога. Через тысячелетия Бог верный, Бог великолепный. И Он продолжает нас кормить, как написано, что «И все крестились в Моисея в облаке и море, и все ели одну и ту же духовную пищу, и все пили одно и то же духовное питье, ибо ели из духовного последующего камня, камень же Иисус Христос». Я так благодарен, что Бог наш, Он не меняется. Десять тысяч лет пройдет, тысяча, две тысячи, Он один и тот же. Он хочет накормить нас одной и той же пищей и ввести нас в землю, которую Он обещал Аврааму, обещал всему израильскому народу. Несмотря на последующие действия, что происходило с народом, Он остался верным. Он остается верным. И также в 12 стихе мне нравится, что «Посему никто думает, что Он стоит, берегись, чтобы не упасть». Это перед этим говорится, что это были прообразы для нас. Я этот стих никогда в контексте не разбирал, но я понимаю, насколько Бог хочет оберечь нас, чтобы мы не много думали о себе, чтобы мы не стояли двумя ногами на земле и так уверенно шли, но Он хочет, чтобы мы все надежды и упования полагали на Его духовную пищу, на Его духовное питье, чтобы мы размышляли в Боге, мы соприкасались с Ним постоянно. То есть мы были как одно целое с Ним. Это прекрасные слова, это великолепная верность Бога на протяжении вот этих веков, которые проходят Он с нами. И Он не изменен. Он не изменен в слове, Он не изменен в поступках, Он не изменен в своих решениях. Он принял нас в свою семью, и мы Его великолепная семья, Церковь Божия. Это Иисус, это жемчужина, которая подарена нам еще до сотворения мира. И это решение Бога в нашу жизнь. И это наш путь в Царство, которое мы уже имеем здесь сейчас. Аминь. За сегодняшний вечер. Как мы слышали, Господь, во вступлении, Ты уверен обучать нас, уверен посещать нас всякие деньги. Благодарим Тебя, Иисус. И Ты говоришь, доколе есть время, ходите во свете. И будете видеть свет этого мира. Спасибо Тебе, Иисус. Благодарим Тебя за Слово Твое, которое сходит с небес и дает жизнь миру. Благодарим Тебя за наставление из любящего сердца. Благодарим Тебя за то, что Ты можешь исцелять Словом Твое. Благодарим Тебя, Иисус. Будь превознесен посреди собрания Твоего. И спасибо Тебе за Твое присутствие. Благослови нас. Помашь это Слово. Даруй сосредоточенность. Убери всякие мысли. Ты в центре, Господи. Ты Бог наш. Все остальное должно замолчать. Слава Тебе. И во имя Твое намолимся и просим. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Давайте мы откроем Псалом восьмидесятый. Псалом восьмидесятый. Кто хоть раз читал восьмидесятый Псалом? Да? Очень хорошо. Мы прочитаем с вами последние четыре стиха. Начиная с четырнадцатого стиха. Восьмидесятый Псалом. Четырнадцатый стих. Господь говорит Израиленку. О, если бы народ мой слушал меня. Еще раз. О, если бы народ мой слушал меня. И Израиль ходил моими путями. Господь, мы видим его желания. Он говорит. Вот если бы народ мой слушал меня. И ходил моими путями. Слушайте дальше. Пятнадцатый стих. Давайте я еще немного скажу. Немного надо, правда? Немного надо. О, если бы народ мой слушал меня. И ходил моими путями. Потому что одно без другого не бывает. Если я слушаю то, что я иду путями Господними. Смотрите на результат. Пятнадцатый стих. Я скоро смирил бы врагов их. И обратил бы руку мою на притеснителей их. Еще раз. Я скоро смирил бы врагов их. И обратил бы руку мою на притеснителей их. Ненавидящие Господа раболепствовали бы им. А их благодетствие продолжалось бы навсегда. Я опитал бы их туком пшеницы. И насыщил бы их медом из скалы. О, если бы народ мой слушал меня. И ходил моими путями. Я смотрю на эти слова. И в моем сердце настолько ясно, что Бог желает, что бы происходило в нашей жизни. И тогда Господь говорит, я скоро смирил бы врагов их. Слушайте внимательно. Вы со мной? Я не вижу. Я не слышал. Вы со мной? Сегодня среда. Еще немного. Еще немного. И порог будет закончиться. Но я прошу вашего внимания. Смотрите. Например, здесь мои враги. Аминь. Армия подошла. Что я делаю? Что я делаю? Обычное какое действие? И я тоже вооружаюсь. Правильно, да? И я тоже оснащаюсь. Почему? Потому что армия подошла. Враги мои стоят у дверей. Я начинаю готовиться. Я начинаю готовиться к сражению, к битве, к войне. Почему? Да потому что враги пришли. Армия стоит. Вы со мной? Это обычное действие человека. Слушайте внимательно. Это обычное действие человека. Когда проблема приходит, что? Так нужно ее решать. Правильно? Кто согласен? Поднимите руку, пожалуйста. Нужно ее решать? Нужно ее решать. Если проблема пришла, нужно ее решать. Если враг подошел, нужно с ним разбираться. А здесь Господь говорит, ой, если бы народ мой слушал меня, и Израиль ходил моими путями, что? Я скоро бы, что? Смирил врагов. Правильно? Так кто смиряет врагов? Кто защищает? Кто решает проблему? Вот она основная мысль сегодняшней проповеди. Их не будет много. Она одна. Но она важная. Кто решает ситуацию? Господь решает. После того, как он видит, что в моей жизни произошли изменения, что я стал слушать Слово. Вы знаете, я хочу сказать следующее сегодня, что проблема не возникает на ровном месте. Если только это не ангельский конфликт, нет времени объяснять, что это такое. Вы можете спросить на дискуссии. Как он произошел с Слово, ангельский конфликт, он был вовлечен туда. И с апостолом Павлом, как он говорит о себе, что я в страхе от иноплеменников, три раза я тонул и так далее, а два раза били меня палками по 39 ударов и так далее. Если это не ангельский конфликт, то тогда у каждой проблемы есть свое начало. Она всегда так бывает обычно. Я имею в виду, в обычном жизни человека так бывает. Мы видим проблему и молимся, Господи, разреши, пожалуйста, эту проблему. И вроде бы здесь это нормальная молитва, и мы все так с вами молимся. Слушайте, давайте мы скажем несколько слов. Итак, книга Иеремии, 2 глава. Книга Иеремии, 2 глава. Ухватите, пожалуйста, эту мысль. Итак, книга Иеремии, 2 глава. И здесь Господь обращается к Дому Израилеву, к царям, к князьям, к священникам и пророкам. И в 27 стихе Господь говорит, итак, Иеремия 2, 27. Господь говорит, что священники, князья и пророки израильские говорят дерево, ты мой отец, и камню ты родил меня. Ибо они повернулись ко мне спиною, а не лицо, и во время бедствия своего будут говорить, встань и спаси нас. Вы со мной? Давайте я еще раз прочитаю. Я так хочу, чтобы вы поняли этот принцип. Еще раз. Итак, народ израильский говорит дерево или истукану, да? Ты, отец мой, и камню ты родил меня. И Господь говорит, они обратились ко мне спину, а не лицо. А во время, когда наступит бедствие, то что? Они скажут, ну ты встань и спаси нас сейчас. Вы понимаете меня? Проблема не начинается, как бы сказать, когда мы видим ситуацию, она уже развилась, эта проблема. И мы говорим, Господи, избавь меня, пожалуйста, от этого, от этой проблемы. А вы знаете, что происходит на самом деле? Что эта ситуация, она может, как бы сказать, быть плодом начального решения и начального отношения с сердцем. И очень часто человек, видя перед собой ситуацию, говорит, Господи, разреши ее. Давайте мы еще один стих, очень важный. Это книга, книга судей, книга судей, пятая глава. Книга судей, пятая глава. Восьмой стих. Избрали новых богов от того война у ворот. Почему война у ворот? Да потому что избрали новых богов. Вы знаете, очень часто в народе израильском происходило следующее. На них наступали их соседи. То одни придут окружать, то вторые, то другие придут окружать, то третьи придут войной на них, то четвертые придут войной на них. И народ израильский говорит, Господи, спаси нас от этого войска, которое пришло. И это такой принцип, как Господь говорит, если вы избрали, не в этом проблема, что соседи пришли. Проблема совсем в другом. Избрали себе новых богов вы, поэтому они и пришли. Израильский народ говорит, Господи, спаси нас от наших врагов. А Господь говорит, если я избавлю вас от этого полчища, другое придет. А если избавлю вас от другого полчища, третье придет. Не в этом проблема. Не там корень. А проблема в том, что вы повернулись ко мне спиной, а не лицом, и говорите, Идолан, что ты отец мой, что ты родил меня, а когда наступает серьезное обстоятельство, то тогда вы поворачиваетесь ко мне и избавив нас от проблемы, которая возникла. А это то, что происходит, это не корень, это апофеоз проблемы. И мы с вами, и не только мы с вами, всякий человек, он желает, чтобы Господь избавил меня от грядущей проблемы, которая на меня навалилась. А Господь говорит, если я избавлю тебя, она снова придет. Дело не во врагах, которые пришли. А дело в том, что избрали новых богов себе, поэтому войско пришло. Аминь. Часто мы с вами хотим, чтобы Господь разобрался с верхушкой нашей проблемы и решил ее. И мы, о, как здорово! Но она не будет решена. Кто смотрел фильм Катавыча или читал там? Я не знаю. Кому знакомо это рассказ-то? Адам. Помните персонаж Гога там был? Не помните? Я вам напомню. Значит, там Волька и Боналеша. Значит, еще там несколько персонажей. И был такой Гога в классе у них. И что он делал? Он постоянно сплетничал, ябедничал. Он постоянно закладывал своих одноклассников. А кто помнит, что произошел с этим Гогой? Да? Катавыч. Катавыч пришел к нему. Или не пришел, я уже не помню. И там тик-ти-ти. И сделал так, что всякий раз, когда этот Гогов открывает свои уста для того, чтобы говорить гадости, для того, чтобы говорить сплетни, для того, чтобы ябедничать, кто помнит, что он начал на это? Ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау. Катавыч духовный человек. Вы знаете, если бы Господь сейчас так сделал, вы представляете, да? Сколько лая было бы на земле. Ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау. Это очень интересно. И вы знаете, история развивается так, что, каких только там докторов не приглашали. И они подходили к нему, они пульс щупали, кардиограмму делали, анализы он сдавал, там все, что угодно. МРТ еще не было, но мы можем добавить туда. МРТ делали. И никто не может, не мог понять, почему это все. Все хотели решить проблему лая, но не понимали, в чем кореница проблема. Правильно, да? И вы понимаете? Все сделали, все проверили, не знаю, что делать. А Господь говорит, а я знаю. Ой, если бы народ мой слушал меня, ой, если бы Израиль ходил бы моими путями, тогда не они бы разбирались со своими врагами, а что? Это я скоро смирил бы их врагов. И все ненавидящие Господа, они поклонились бы вам, и ваше благоденствие продолжалось бы навсегда, и я насыщал бы вас стуком пшеницы, и что? И насыщал бы вас медом из скалы из моего сына. Вы просите меня решить вашу ситуацию, но я хочу сделать следующее, чтобы указать вам корень этой ситуации, и там ее решить. Потому что если я уберу обстоятельства этой проблемы, то тогда она возникнет обязательно еще где-нибудь. Вы со мной? Кто разбирается с врагами? Господь, правильно, правильно, да? А когда он разбирается, начинает разбираться с врагами? Хороший вопрос. А когда я начинаю слушать его, и он мне говорит, что эта ситуация имеет корень, она имеет начало, и если не решить ее на том уровне, даже если я тебе дам облегчение здесь, настоящего облегчения что? Не произойдет. Здорово? Человек молится Богу и говорит, Господи, исцели мою болезнь, Господи, убери мою болезнь. Может это сделать Господь? Может. А как насчет этого? Господь говорит, если я уберу твою болезнь, исцелю тебя, из-за твоего непрощения она опять появится. Она опять выйдет наружу. И не в той области, а где-нибудь в другом месте. потому что желчь твоего непрощения вредит твоему организму. Господи, избавь меня от этой болезни, от язвы. И Господь говорит, я хочу, чтобы мы с тобой вернулись в самый корень проблемы. А проблема такая, ты держишь в своем сердце людей, как в тюрьме, и не отпускаешь их на свободу. Потому что не можешь их простить. И ты приходишь и молишься мне, и говоришь, избавь меня от верхушки проблем. А я не могу это сделать, пока не коснусь настоящей проблемы твоего сердца. Потому что не в этом дело, а внутри тебя. И если я доберусь до того, что находится внутри тебя, и почему ты стал принимать неправильные решения, которые привели тебя к болезни, то тогда это будет не исцеление. Рано или поздно опять болезнь выйдет. И она выйдет в другом месте. И может быть даже еще хуже. хуже. Но я хочу, чтобы истина моя сделала тебя свободным. И поэтому я всегда желаю, ой, если бы ты послушал меня. Настоящая проблема не в том, что враг твой стоит у ворот, а то, что ты идолов пустил в свое сердце. А когда ты послушаешь меня и отвергнешь идолов от себя, то тогда я разберусь с твоими врагами. И я смирю всех, которые притесняют тебя. Это я сделаю. А твое благодетствие будет продолжаться на многие годы. Потому что это только так работает. А не вот так работает. Вы понимаете меня? Это через Бога все работает. А не напрямую все работает. Но мы с вами такие умелые, что проблема перед нами становится. И мы собираем свой весь арсенал и все свои энергии и начинаем выступать против проблемы. А мы знаем, что Господь указывает на нечестие в нашем сердце и мы его прикрываем и говорит нет, вот только от этого ты избавь меня. И это все будет нормально. И Господь говорит Гуда всякий раз когда из твоего злого сердца будут выходить слова кривиты и сплетен и жалобы. Ты что? Ты будешь ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау и никто не сможет даже понять почему. А я тебе скажу. Хочешь послушать? Человек молится и говорит Господи я не могу справиться со своими детьми. Они не уважают меня, не исполняют пятую заповедь почитая отца твоего и мать твою. Аминь вы со мной? Они не слушают меня, не почитают и не уважают меня. И Господь говорит дело не в них, дело в том, что в твоем сердце поселились идолы. Ты сделал из своих детей идолов. И поэтому война у ворот. Но если ты послушаешь меня, если ты смиришься со мною и отдашь своих детей мне, и будешь обходиться с ними не сентиментальной своей любовью, отдашь их мне, и будешь молиться за них, и продолжать любить любовью Агапы, то тогда я сделаю так, что твои дети, они будут уважать и почитать тебя, потому что ты избрал меня. И это только так действует, и никак иначе. И Господь говорит, пока идолы не упадут в твоей жизни, я даже, если даже я сделаю это, это опять вылезет. Вы понимаете меня? Это опять вылезет. Потому что проблема не внешняя, а какая внутренняя. Человек молится, верующий говорит, Господи, избавь меня от алкоголя. Это означает, у меня есть пристрастие к алкоголю. И Господь говорит, если я избавлю тебя от алкоголя, то тогда из-за своих ран, которые ты мне никак не можешь отдать, ты будешь сублимировать другими вещами. Все понимают, что такое сублимация, да? Это покрытие, покрытие, значит, покрытие больного места, ран. Я не обращаю на это внимания. Я пытаюсь заглушить это, заглушить чем угодно. И человек говорит, Господи, избавь меня от алкоголя. И Господь говорит, ты гордый человек, ты держишь свои раны в себе, а я тебе говорю, отдай их мне, я помажу их свежим елеем, я наложу повязку, я буду, я исцелю тебя, нет, я не отдам, тогда как я могу сделать это в твоей жизни, если ты не позволяешь мне не верхушки здесь подстричь, а что? а корень вытащить исцелить аминь и Господь говорит израильтянам вы говорите дереву и камню ты отец наш ты родил нас а после когда начинает возникать последствия вашего обращения ко мне спиной вы понимаете меня? после того как я говорю камню ты отец мой ты родил меня после того как возникает последствия в моей жизни враг стоит у ворот я кричу Господи ну-ка выгони его отсюда и Господь говорит проблема вот здесь а не вон там я хочу разобраться с этими идолами в твоей жизни а вот когда они упадут а они упадут только когда ты будешь что? ой если бы народ мой слушал слово мое потому что слово Божье оно как меч обоида острый оно проникает для разделения души и духа составов и мозгов и оно определяет дает причину человека почему ой если бы народ мой слушал меня и ходил путями моими очень скоро я разобрался бы с кем с врагами смирил бы их изгнал бы их и вас насыщал бы туком пшеницы и медом и скалы человек молится и говорит господи когда когда я наконец долгами расплачусь своими я бесконечно должен и господь говорит и человек говорит господи дай мне какой-нибудь куш вот такой вот какой-нибудь б sort чтобы меня вот так сразу и И тогда я чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик, и всем раздал. И Господь говорит, если бы я тебе два куша дал, то ты все равно бы остался таким же, какой ты есть. Почему? Да потому что дело не в том, что ты должен всем. А дело в том, что ты одной ногой стоишь в мире, а другой ногой стоишь как бы на территории Христа. Да, слушайте внимательно, когда Петр говорит, увидим Иисуса, идущего по воде, что он ему сказал? Что он ему сказал? Господи, если это ты, что? Скажи мне, и я тоже пойду по воде. И Иисус говорит, это я, иди ко мне по воде. Петр вышел из лодки и пошел по воде. Но знаете, что произошло с ним? Он начал смотреть на Иисуса и туда, на Иисуса и туда, на Иисуса и туда. И тогда его мозг, который привык ходить по земле, а не по воде, смотря на то, что происходит, он начал его пересиливать. Вы понимаете меня? И Господь сказал ему невероятные вещи. Петр, Петр, зачем ты усомнился? И на греческом это слово усомнился означает, Петр, ты не можешь стоять одной ноге со мною, а другой ногой в сомнении. Не получится, ты ко дну пойдешь, потому что ты должен стоять обоими ногами на моей земле. И человек говорит, Господи, вот я расплачиваюсь, опять набираю, расплачиваюсь, опять набираю. И Господь говорит, одна нога у тебя в мире, а вторая нога у тебя вроде бы как со мной. Не получится, ходи со мной на сто процентов, потому что ты не можешь служить двум господам. Кому? Мамоне и Господу. Я хочу избавить тебя от твоей безалаберности и серебролюбия. И эта проблема именно там. А когда она там будет решена, тогда что? И у тебя свобода здесь наступит. Аминь. Вот так. И Асафат вышел из дворца, смотрит, а его полчища окружила невероятно. И Асафат повернулся и сказал, Господи, к Тебе наши очи. На Тебя наша надежда. Если бы даже мы хотели что-то предпринять против тысяча тысяч, которые пришли на нас, то тогда мы посмотрели и обнаружили, что у нас нет силы против этого воинства. Но наши глаза очень куда? К Тебе, чтобы ты разобрался с ними. И Господь говорит, ребята, просто выйдите с песнопением. И я все сделал. Не ваша война, а чья? Божья война. И там написано, что священники вышли с трубами, и народ, и Асафат впереди. А те, наверное, смотрят и вот воеватели против нас. Вот дают, да? У них на вооружении трубы стоят, да фанфары с барабанами. Вот вышли воевать против нас. Так весь секрет в чем? Мы к Тебе, Господи. А Ты что? А Ты разберешься. И разобрался? Да так. По-моему, там три дня добычу выносили. Или пять дней. Представляете? Никакой битвы не произошло. Никакого сражения. Пять дней выносили добычу. Весь израильский народ. Каждый амбар свой напил. Почему? О, если бы народ мой слушал меня. Аминь. И в заключение откроем еще раз это псалом. И прочитаем первые стихи. Вернее, стихи, которые перед этим моментом. Девятый стих. Слушай, народ мой, и я буду свидетельствовать Тебе. Израиль, а если бы Ты послушал меня, да не будет у Тебя иного Бога, и не поклоняйся Богу чужеземному. Я, Господь, Бог Твой, изведший Тебя из земли гибельской. Открою стихи, открою статую, и я наполню их. По своим помыслам. Буду молиться, и Господь говорит, из-за того, что я сострадателен, я уберу Тебя. Но проблема не исчезает. Аминь. О, если бы народ мой слушал меня. И мы что с вами? Мы какой народ? А? Какой народ мы? Божий народ. О, если бы мой, мой народ слушал меня. И мы говорим, аминь, Господи. Вы знаете, самое страшное, что я боюсь, самое то, что я не хочу, чтобы происходило, это чтобы после слова слышанного человек встал отсюда, вышел и ничего не понял, и ничего не услышал. И продолжал ходить по своим глупым помыслам, и никоим образом, не решая корень проблемы, а постоянно молясь Богу, ты убери это, убери то, избавь меня, защити меня и так далее. Господь говорит, то если бы ты слышал меня, то тогда бы я коснулся настоящей проблемы, а не поверхностного событий, которые произошли. И исцелил бы тебя надежно, исцелил бы тебя истинно, когда бы ты отдал мне своих людей, которых ты заключил в своем сердце, простил бы, аллилуйя, отдал бы мне твоих детей, которые сеяли тебе на шею, аминь, отдал бы мне твои финансы, и чтобы и слушал меня, и укреплялся во мне, тогда я скоро бы навел порядок сам. В этих областях твоей жизни. И если я это сделаю, что? Это будет верно. Войско может уйти, но если идолы в сердце, что? Все равно придет. Все равно придет. А если сердце чисто, я поклоняюсь Богу, что? Господь будет разбираться. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Вот вам и подтверждение того стиха. 1 Петра, 5 глава, 7 стих. «Бодрствуйте. Противник наш кто? Дьявол. Ищет кого пропоглотить. Противостаньте ему твердой верой. И все заботы свои что? Возложите на меня». Вы привыкли со штыками встречать все свои заботы. С оснащением встречать все свои проблемы. Все проблемы, заботы возложите на кого? На меня. И это не означает лечь на диван и ничего не делать. Это означает, у меня есть отдых в труде. Отдых в хождении с Иисусом Христом. У меня есть покой в вере. И у меня есть энергия. И я продолжаю, как человек верный, как человек любящий трудиться, как человек, который знает, что Господь разбирается с моими врагами, когда я начинаю его слушать и не прекращаю его слушать. И Господь говорит, я тебе буду насыщать, мне нравится это слово, насыщать медом из скалы. Интересно, да? Кто из вас из скалы мед добывает? Хороший вопрос, да? А кто это скала? Иисус. Аминь. И слово его для нашей гортани, как сотовый мят. Чтобы дать нам будущность и что? И надежду. И у меня есть вдохновение и вера. Потому что я позволю Богу коснуться самой проблемы, а не ее верхушки. А если я позволю коснуться самой проблемы, я истинно свободен Богу. Аминь. Отец наш, Небесный, спасибо тебе, Иисус. Ты видишь, Господи, намного дальше, чем видит человек. Все доктора могут изучить человека, сделать анализы рентгеном РТ и ничего не найдут. Отчего? А ты посылаешь свое слово. И ты, Господи, раскрываешь нам суть проблемы. И не только раскрываешь, но и говоришь, отдай мне, я исцелю, я избавлю, я дам силы простить. Отдай мне твое сердце. И глаза твои, да, наблюдает пути твои. О, если бы ты слушал меня и ходил моими путями. И мы говорим, аминь, Господи. Спасибо. Обучай нас. Говори к нашим сердцам. Слушаем тебя. Спасибо за все. И если вы не знаете Иисуса Христа, как своего Спасителя. Вы можете быть религиозным человеком. Исполнять какие-то действия. Пытаться исправить себя. Быть хорошим. Бросить то и другое и третье. Это все поверхностные вещи. Проблема намного глубже. Грех, который живет в нас. С ним может разобраться только Христос. И вам нужно родиться свыше. Родиться духовно. Чтобы получить свободу. И Господь, Господь, Господь спасет вас. Скажите Ему от своего сердца. В тихой молитве. Господь Иисус Христос. Я верю в Тебя. Я верю в Твою любовь ко мне. Я принимаю Тебя в свое сердце. Прошу Тебя. Прости мои грехи. Освободи меня от рабства греха. Теперь я понимаю, в чем настоящая проблема. Подари мне вечную жизнь. Прибудь со мною. Избавляй меня. Говори ко мне Слово Твое. Я хочу слышать голос Твой. И ходить Твоими путями. И насыщаться медом и скалой. Спасибо Тебе. И во имя Твое. Мой Бог и Спаситель. Иисус Христос. Болись и прошу. Аминь.